Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада видеть вас на моем канале Love Aliexpress. Снимаю очередное видео о товарах для маникюра и гель-лаках в домашних условиях с Aliexpress. И сегодня мы с вами тестируем гель-лаки фирмы Lucky Color, песок для дизайна, стеклянные кристаллы и тонкую кисть из набора. Топс-базы буду использовать фирмы Katz, они самые удачные из всех, что я заказывала на Aliexpress. В прошлом видео мы с вами тестировали гель-лак фирмы Sioxx и разноцветные комифобики. Проходилось с этим маникюром 3 недели. Сняла его, потому что очень сильно отрос ноготь и образовались небольшие сколы на больших пальцах обоих рук. Всеми товарами из прошлого видео, как в работе, так и в носке, я осталась очень довольна. Единственное, если бы сейчас стала повторять этот маникюр, я бы исключила из него самый большой кружочек, который наклеила в центр. Так бы маникюр выглядел более утонченным и ногти казались бы длиннее. Итак, давайте приступать, наконец, к тестированию наших сегодняшних материалов и инструментов. Они у меня все, как всегда, с Aliexpress. Все ссылки на них я оставлю в описании. Всем приятного просмотра! Сняла я прошлый маникюр фрезером с керамической фрезой. Родной насадкой обработала кутикулу и боковые валики. Пушером приподняла кутикулу. Пилочкой придала ногтям форму. Слегка прошлась бафом по поверхности ногтей. Клинсером и безворсовыми салфетками очистила и обезжирила ногти. Теперь на кончике буду наносить праймер. Процедуру подготовки ногтей взяла я из своего прошлого видео, поскольку она всегда аналогичная. Там снимала гейлак вместе с базой, а сегодня до базы. Поэтому пусть вас не пугает вид, все выровняем базой позже. Теперь кистью тонким слоем наношу базу. Нанесу базу во второй слой более густым слоем и выровняю поверхность ногтей. Гейлаки лаки колор я заказывала в двух оттенках. G241 из розовой линейки и G247 из синий. Теперь буду наносить цветной гейлак. Сначала в один слой. Поехали! Затем второй. Далее нанесу каплю синего гель-лака на палитру и тонкой кистью из напора буду рисовать улыбки. Далее нанесу каплю синего гель-лака на палитру и тонкой кистью из напора буду рисовать улыбки. Далее нанесу каплю синего гель-лака на палитру и тонкой кистью из напора буду рисовать улыбки. Высушу в лампе и стряхну излишки щеткой. Покрою все ногти слоем базы, чтобы сделать выравнивание ступеньки френча. Покрою ногти топом. И в конце покрою кутикулу маслом для нее. Итак, вот такой маникюр получился у меня сегодня. Понравились в работе сегодняшние гель-лаки, у них хорошая густота и красивые оттенки. Оттенок розового гель-лака идеально подходит для камуфляжа френча. Но его плотность не сверх высокая, поэтому если будете использовать его, улыбку рисуйте по линии своей собственной. Височек тоже замечательный, в работе очень понравился. Красивый сахарный эффект он создает у продавца, кстати, масса цветов на выбор. Кристаллы прекрасные, стеклянные. Во время носки перламутровое покрытие их не стирается. Единственное, чтобы они лучше держались, второй раз я бы крепила их не на базу, а на толстенький слой геля, наполовину утапливая их в нем. Вообще именно стеклянные кристаллы и стразы колоссально отличаются качеством от своих пластиковых собратьев. А в цене у них не очень большая разница, поэтому искренне советую вам покупать именно их. Тоненькая кисточка тоже всем устроила, длина у нее самая то для рисования френча. Ну вот и все, мой сегодняшний обзор подошел к концу. Всем огромное спасибо, что посмотрели это видео. Все ссылки, как всегда, найдете в описании. О том, как поведет себя мой маникюр в носке, обязательно узнаете в следующем видео. Чтобы не пропустить его, подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень рада. Добавляйтесь в друзья в соцсетях, там же вступайте в мои группы. Здесь мы с вами увидимся в следующем обзоре. Всем до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok